О, я могу сейчас на вас посмотреть и сказать вам, дорогие друзья, наконец-то, видеоверсия журнала FUS, любимейшие люди работают, там, любимейшие люди его читают, и я среди них, поэтому, дорогие друзья, будем с вами встречаться часто и вот так вот общаться, это ли не прекрасно, всего вам хорошего, ты мери. Музыка Артисты, так или иначе, в какой-то степени амбициозные люди. Я в редких случаях верю, что им действительно неинтересно, вот придут там, сколько человек придет к ним на концерт, то есть, поэтому заниматься творчеством совсем без оглядки на, как бы, на вкус зрителя, да, это тоже неправильно, так же, как и неправильно идти на поводу у него. Такая тонкая грань между вот этой такой чуть-чуть больше пошлости, да, когда ты, как бы, совсем уж раскланиваешься перед ним, да, и такой вот истории, когда, там, я не знаю, артисты выходят в студийных наушниках, да, и прям, ты приходишь на концерт с таким людям и понимаешь, что ты лишний здесь совсем. Мне интересно разговаривать со зрителями на одном языке, я, поэтому, я не могу сказать, что группа «Вилогей» — это элитарная какая-то команда, это не так. Но я, в общем, девочка с жилмассива троллейной в Новосибирске, я, ну, как, что, о чем говорить? Ха-ха-ха-ха. Ну, не знаю, хорошие, правильные тоже, как бы, не заметить. Вот сейчас мы плотно, но все-таки размеренно занимаемся альбомом. Ну, осталось совсем чуть-чуть, на самом деле, большую часть мы записали, у нас осталось три песни, по-моему, записать, и все. Вот я чисто съездила отдохнуть в Израиль, как раз, когда у меня был разгар проблем. Я поехала одна на 10 дней, не разговаривала ни с кем вообще, получила огромное удовольствие. Практически випассана была у меня. Прежде чем приехать в Питер, тоже так получилось, что я совершила несколько автопутешествий, таких коротких, но очень приятных, там, типа Суздаль, Валдай, Новгород. Ну, и вот и Питер. То есть у меня остается такой осадок серьезнейший, эмоциональный, который я, собственно, уже приезжаю там во второй раз в город, там, третий и так далее. Я уже жду, соответственно, вот, ну, такого специфического зрителя, потому что он действительно специфический в каждом городе. Даже если какой-то это один край, допустим, там, юг или север, города находятся там в 20 минутах езды друг от друга, но зритель кардинально разный. Там одна, ну, не знаю, начиная от того, что где-то принято дарить цветы, где-то не принято, заканчивая тем, что, ну, просто по-разному люди реагируют. Прям кто-то с первой песни сразу, весь зал, как будто они сидели и очень долго, не знаю, или выпивали перед концертом, там, все вместе такие. Ну, что, будем сегодня веселыми и покажем им, как мы их любим. Когда получается, когда какие-то интересные города, да, допустим, ну, это особенно касается городов там, вне России, да, куда мы нечасто можем приехать. Мы стараемся обязательно иметь какой-то день свободный, чтобы гулять по городу, напрягаем организаторов, чтобы они нам показывали всяческие достопримечательности, как это было там в последний раз, мы прекрасно съездили в Амстердам, вообще отличный, отличнейший город. Амстердам у меня вообще такое удивительное впечатление оставил, потому что, несмотря на какую-то такую гиперсвободу и вседозволенность, да, при этом очень правильное, на самом деле, отношение, то есть ты можешь делать, что хочешь, главное не мешать другим. Мне очень понравилось, что люди совершенно, в отличие, опять же, вот от русских, нет заборов вот этих вот огромных в домах, в частных, огромные окна, выходящие прямо на улицу, на проезжие части, то есть люди открыты вообще друг к другу, это, конечно, прекрасно. Так вот, поездив по стране в последнее время, сильно так мощно, да, по всяческим разнейшим городам, в общем, я вижу, конечно, прогресс прямо и во внешнем облике городов, и, ну, в людях тоже. Прогресс не в смысле, там, развития мозга, а в смысле вот этой вот открытости ко всему новому. Невозможно, вот, как-то описать точный, там, какую-то, дать полововозрастную характеристику, там, да, зрителю нашему, потому что это самые разные люди. Приходят молодые семьи с маленькими детками совсем, которые, там, носятся по залу, жгут под валенки вообще, приходят взрослые такие, видимо, состоятельные люди в белых рубашках, в костюмах, с женами, они обычно впереди сидят всегда. И они все в результате приходят к такому общему настроенческому знаменателю, что самое главное, в общем, для меня, как для артиста, да, вот, выходящего к ним на сцену. Хотя, конечно же, когда мы вот только первые разы приезжали в какие-то города группные, когда никто не знал вообще, кто мы такие, что там я больше не просто там девочка громко поющая, что мы один организм, группа и так далее. Они приходили в антракции, подходили к нашему звукорежиссеру и парили его о том, что выключите барабаны. Когда ты приезжаешь второй раз в город, бабушек уже этих меньше, они уже идут на концерты других исполнителей, а приходят молодежь и люди, которые, ну, хотя бы приблизительно понимают, что они могут сегодня услышать и увидеть. Это, конечно, очень приятно. Подготовленный слушатель, это прям круто. И даже не то, что подготовленный, а вот доверяющий тебе. Это очень важно. Артист должен постоянно доказывать зрителю, что он достоин его внимания. Обязательно, как мне кажется. Потому что, ну, изначально это профессия такая, как бы, развлекательного характера. Да, мы, грубо говоря, слуги. Ну, то есть... Да, слуги народа, вот на самом деле. Я это очень четко понимаю, эту иерархию. И это не значит, что я стою, если выше там на сцене, то я ими и управляю. Я стараюсь их направить, скажем так.